Теперь книги в смартфонах, а мысли в заметках, письма в телегу, поздравления в вайбе, эмоции в сторис, а знания в гугле. Тогда почему до сих пор не забыты привычные всем блокноты и книги? Просто когда уже по уши в диджитал, хочется что-нибудь сделать вручную, без автотюна и автопилотов, а вдоль Днепра тарахтит камыш. Привет, дорогие друзья! Вот мое выступление в самом сердце, центре, в норе российской пропаганды. Там зарождается пропаганда, в ядре земли российской пропаганды. Ну вот я вам скажу, друзья мои, есть такое выражение, можно по-разному к нему относиться, падающего подтолкни. Так вот этот падающий режим, преступный режим, я буду подталкивать любыми способами и с удовольствием наблюдаю все, что происходит в последнюю неделю. Ну а давайте теперь разберемся, а что там у Зеленского происходит и как они на все это реагируют, что там творится. С нами на связи украинский блогер и украинский политик Анатолий Шарий. Анатолий, мы вас приветствуем. Ну, это вообще как? Здравствуйте! Ну вы так говорите, что там у Зеленского происходит. Вот я послушал с удовольствием ваш эфир. Я вам скажу, что я вместе с Шойгуш должен явиться в СБУ, вы знаете? Вместе с ним я пойду. На дивизии на том танке. Виктор Анатолий, вы же за Анатолией замолвите слово. Да, конечно. Я вам обеспечу полную безопасность, гарантирую вам. Для вас особо, да. Спасибо. Когда с этим северным потоком кидают Зеленского, ну он же так надеялся, так верил в Соединенные Штаты, что сейчас там творится? Как это? Инфаркт Микарда? Ну, слушайте, я уже сделал, наверное, 10 видеороликов на эту тему. Сделаю сейчас 11-й, потому что на самом деле за этим можно наблюдать вечно. Я прекрасно понимаю ваше ликование. Я бы хотел сказать, к примеру, а мне горько, а мне не горько, а мне нормально, мне хорошо, эта власть меня преследует, я хочу, чтобы ей давали по морде чаще. Такой удар по морде, это очень ощутимо. То есть то, что произошло, для них, я думаю, вы же понимаете, много лет готовили к тому, что Nord Stream 2 это провальный проект, что он не заработает. Я сегодня анализировал, подобрал ролики. Там, кстати, и дождь ваш попал, и Deutsche Welle. Он не наш, мы сразу скажем, это не наше. Вы понимаете, я понимаю. Это не наш дождь, да. Да, и они все рассказывали, что... А где-то идут дожди, грибные дожди. Они рассказывали, что это все не сработает, что это все похоронено еще в декабре 2019 года. Они это все рассказывали и рассказывали. Потом Гордон, конечно, без него никак. Он сказал, что, ну как вен от мира, вы помните, и все остальное, Керченский мост. И долгие годы готовили к тому, что это не получится. Ну как долгие годы. Много месяцев втирали вот эту дичь. К примеру, канал украинский Вести 24, он так, 24 ЮА называется. Его смотрит Зеленский. Там дно, там не канал, там днище. Так вот, они рассказали, к примеру, антифейк. Они говорят, что кремлевское руководство продолжает скармливать фейки собственному народу. А на самом деле, Северный поток-2 уже давно провалился. И он не будет достроен. И тут бах, как гром среди ясного неба. Это похоже на такой неприличный анекдот, поэтому я не буду приводить. Но как аутотренинг мальчика, который, знаете, может наложить в штаны. И уже наложил в штаны. Но он себя продолжает убеждать, что нет. И вот я смотрю на вот эти вот движения Кулебы и остальных, когда они начинают говорить, это еще не конец. Нет, это конец. Все. Вы уже можете об этом говорить, как о совершившемся факте. Вчерашнее заявление Кулебы вместе с МИДом Украины, вместе с МИДом Польши. Ну, они могут сделать еще 28 такие. И мне вообще очень интересно есть тенденция. Посмотрите, вдруг внезапно начинаю мириться с Венгрией. На фото. Общий враг опять. И вдруг венгерский министр иностранный дел приезжает. А у нас же война постоянная, холодная война. Из-за венгерских меньшинств, из-за языков, из-за так далее. Но здесь уже начинают мириться с Венгрией. А Венгрия сейчас в тяжелом состоянии находится по отношению к остальному Евросоюзу. У Венгрии могут на выход показать, на самом деле. Из-за принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Та же самая история с Польшей. У Польши тоже не все так однозначно. Запрет абортов, авторитаризм. Это то, что ставят в вину полякам. Они следующие на выход из Европы. Украина начинает тянуться к тем, у кого скандальная начинает быть репутация. Мне это кажется просто зашквар, за зашкваром и за шкваром погоняет. Вы знаете, есть такое отличное выражение «за шквар». И вот это то, что я сейчас вижу. И со стороны Штатов что было? Вы знаете, когда Зеленский в Твиттере кричал через океан, когда встречалась с Меркель, с Байденом, «Вы там не забудьте о наших интересах», это уже выглядело идиотски. То есть это полный был идиотизм. Но в ответ последовало то, что и должно было последовать. Всё. И выходит что? Выходит, что много лет нас готовили к тому, что будут зажаты санкциями Российская Федерация, что ей конец и так далее и тому подобное, что им уже всё, о них уже можно говорить в прошлом. Сейчас мы видим, что Российская Федерация прошла этот этап и стала опять сильнейшим мировым игроком. Можно говорить, она и была. Нет. Я сейчас вижу, что происходит. И сейчас я вижу, когда диктуют свои условия. Такого я не помню. В 2015 году. Что сейчас обещает Меркель по отношению к Российской Федерации? Санкции. Ну то есть я понимаю, что при слове «санкции» россияне просто содрогаются, наверное. Это ужасно. Санкции — это просто что-то новое. Это что-то очень новое и грозное, вы знаете. Плюс, я вот читаю, вчитываюсь в слова. Заставят Российскую Федерацию начать что-то там переговоры по поводу продления транзита. А что заставят? А если не заставят? Германия откажется от газа или что? Ну то есть мы же видим, что в Европе происходит. Самое крупнейшее европейское месторождение газа — это в Нидерландах. Ему кирдык. В подземных хранилищах газа чрезвычайно мало. Рекордно мало. Ну то есть всё. Это самая удачная ситуация. То самое время, которое надо. И надежда, которая была на Байдена, не оправдалась. Они считали, что Байден лучше Трампа. И поэтому так радовались приходу Байдена. А как оказалось, что всё немножечко наоборот получилось. И Байден в некоторых случаях настоящий миротворец. К примеру, он бы... Вот уже бы, я думаю, что Обами уже начали бы бомбить Кубу, да? Или там ещё при ком-то. Здесь же мы видим какие-то заявления. Но за заявлениями не следует ничего такого, что нельзя исправить. И, в общем, вот такая вот получилась ситуация. Украина оказалась на периферии. Но опять-таки, я думаю, что это не удар будет по Украине. Если вы думаете, что каждому украинцу от этого транзита, от 5 миллиардов там что-то доставалось. Когда рассказывают, что мы потеряем 5 миллиардов. Это вы потеряете 5 миллиардов. А на самом деле, я считаю, что у кровавого агрессора не надо брать денег. Это неэтично. Вот, поэтому так. Не, ну тут сейчас можно поспорить. Потому что дата визита Зеленского в США на переговоры с Байденом 30 августа. Это дата, предложенная украинской стороной, сообщает глава правления НАК «Нафтагаз Украины». Мы надеемся, что эта встреча будет очень плодотворной. И у украинского президента будет прекрасная возможность пояснить его американскому коллеге, какие угрозы несёт «Северный поток-2», сказал глава НАК. А Байден-то вообще в курсе, что у него 30 августа в графике стоит Зеленский? Смотрите, какая история. Вот вы, вам бы всё смеяться. На самом деле, Зеленский, как сообщил Кулевый, министр иностранных дел, Зеленского пригласят в конце июля. Это он чётко сказал, это его слова, прямая речь. Потом началось начало августа. То есть все знали, для чего переносится дата, для того, чтобы Зеленский не побежал жалобиться в Конгресс, с Конгрессменом, понятно, каким, к республиканцам, которые уже активно критикуют Байдена, потому что он агент Путина. То есть вчера был агентом Путина Трамп, сегодня агент Путина Байден, все агенты Путина. И начали сдвигать эту дату, для того, чтобы Зеленский не побежаловаться. Я понял, что никто ничего не согласовывал. Я читал там, вот мы согласовывали. Мне вчера сказал человек, который понимает в протоколе, что это вообще позор из позоров, и такого никогда не было. Потому что даты реально должны быть согласованы. Их сообщают, а потом каждая сторона слева даты, и в прессе появляется информация. Здесь ему назначили прибыть ко двору. Прибудешь 30-го, билет у тебя куплен, тоже через 4 часа, чтобы ты не побежал там жаловаться конгрессменам по поводу ПДЧ Северного потока, потому что раздражает очень сильно разговоры про Северный поток Байдена и его компанию. Тут еще интересно. Год назад Зеленский гордился тем, что у нас сохранилась, как они называют, двухпалатная поддержка, двухпартийная поддержка. И нас не дали втянуть в политический кризис. Я напомню, что Трамп из-за Украины мог попасть под, лишиться вообще своего президентства. Сейчас та же самая история. Опять из Украины. Теперь уже Байдена могут импичмент попытаться объявлять, из-за того, что он агент Путина сдал интересы и так далее. Украина становится абсолютно токсичной. Абсолютно. Если ты приближаешься к Украине, у тебя будет все. Ну вот по поводу жалобы, которую Россия направляет в ЕСПЧ, я бы вот честно сказать, там отдельным пунктом выделил преследование Анатолия Ширия. Вот то, что происходит, это нужно выделять отдельным пунктом в этой жалобе. И не стесняться того, что мы вступаемся за людей. Вот прям взять и вынести с фамилии отдельным пунктом. На самом деле, к чему все это приведет? И эта жалоба, сейчас же как ее высмеивают на украинских ток-шоу, наверное? Они же говорят ха-ха-ха, это же ничего страшного для нас. Смотрите, ха-ха-ха говорили уже по многим поварам. Уже было не ха-ха-ха, а плак-плак. На самом деле, я абсолютно не против. Почему? Потому что 10 лет я слышу о том, что я работаю с ФСБ, что я получаю указания из Кремля и так далее. Не далее, чем позавчера, по-моему, я сказал, все, пока, пока. Хотите считать пророссийским, считайте. Мне все равно. Абсолютно до лампочки. Поэтому, если Россия впишется, я скажу большое спасибо. Потому что тут же можно рассказывать, что-то там говорить, политические там преследования. Можно просто дать документы, почитать, какие СБУ клепают вообще подозрения. Пропаганда мультиязычия. Обозвал избушников тупыми свиньями. Ставит под сомнение внешний курс Украины. Это за это 15 лет в Украине дают. На всяком случае, хотят давать. Я считаю, что это очень правильно. В любом случае, жалоба, не жалоба, знаете. Я читал, почитал, что там в жалобе в этой. Я не знаю, как ЕСПЧ отреагирует, к примеру, на убийство людей в Доме профсоюзов. Почему? Потому что, вполне возможно, они скажут, что необходимо, чтобы прошли национальные суды. Ну, понятно, ЕСПЧ там особая история. Вы знаете, что ЕСПЧ очень быстро выносит решение, если дело касается Алексея Навального. А если других дело касается, у меня в ЕСПЧ лежит дело уже, я не помню, уже года три, наверное. Вот. И поэтому тут такая ещё специфическая история. Я, кстати, должен сказать, что с этим же столкнулась украинская власть. И некоторые люди, которые верили в то, что Европа или там западный мир, это просто какая-то волшебная сказка, где нет личных интересов, где нет там двойных стандартов в том числе. Да есть. Есть. И посмотрим, мне будет интересно посмотреть на прохождение, на рассмотрение этой жалобы. Если у неё есть перспектива, то это будет круто, я считаю. И наказать в очередной раз тех людей, которые преследуют других за их мнение, за их взгляды, которые ничего преступного не совершали, к примеру, как я. Это хорошо. Их надо преследовать со всех сторон. Но это может прокатить, потому что Украина становится, вы верно сказали, токсичной. Причём страшно токсичной. Там куда ни ткни везде или коррупционный скандал, и у Байдена там с сыном какой шлейф на Украине тянется. И вот теперь самый главный вопрос-то возникает. А для Зеленского это конец или нет? Вот что это такое? Госбюро Украины обязали возбудить дело о возможной госизмене Зеленского. Но это касается того, что якобы он сорвал спецоперацию по задержанию 33-х вагнеровцев. И это же реально суд принял и заставил внести в реестр вот это госбюро. Смотрите, не якобы, а 100% это сделал офис президента. Но вот вы спросили, анонсирую, да, вот видосик выйдет через 30 минут, картинка, вот и конец тебе, запятая Зе. Поэтому да, я думаю, что конец Зеленскому, и я думаю, что где-то уже зреет Майдан, потому что, как вы знаете, официально уже Германия потребовала имплементировать формулу Штайнмайера. А это всё. Зеленскому это настоящие виллы. Там на улице ходят ушлёпки с факелами, да, с коктейлями Молотова, а здесь Европа. По поводу того, что по поводу вагнеровцев. Смотрите, мы здесь опять возвращаемся к этим самым двойным стандартам. Почему? Потому что есть такая организация Беллинкет, которая, как я считаю, напрямую является подразделением МИ-6. И они такие прекрасные расследования выдают. Постоянные расследования, настоящие журналисты, знаете, выдают расследования, расследования, а тут внезапно у них появляется информация о том, как офис президента слил информацию о вагнеровцах, таким образом сорвав спецоперацию. Они говорят, мы выдадим эту информацию. А потом начинает шевелиться офис президента, начинает общаться по моей информации напрямую с этим Христо Грозевым или как его. И после этого происходит чудо из чудес. Они вдруг начинают переносить дату выхода этого фильма, а потом вообще не выпускают. А что такое? Может быть имели место быть какие-то соглашения товарно-денежные? А может быть мы потом покупаем у Британии какие-то ржавые ошмётки плавающие? Может быть здесь собачка порылась, знаете? У меня такое есть ощущение, потому что Ермак ходил как в воду, знаете, осунувшийся просто ходил. А потом расцвёл, мне рассказывают, вот люди близкие к телу. Расцвёл после того, как договорились. Вот вам и Беллингкэт. Они сейчас будут продолжать забрасывать расследование про Навального, ещё про что-то. А про это нет расследования. А почему? А я думаю потому, что высшее руководство, которое нашей страны, прекрасно взаимодействует со спецслужбами, в том числе и Российской Федерацией, но при этом готово осуждать всех других за мнимое сотрудничество со спецслужбами Российской Федерации. Вот моя уверенность. Сто процентов. Уважаемый Анатолий, у меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, в Киеве знают, что, по-моему, в Полтавской области были соревнования детей по баскетболу и одну из команд назвали гитлеровцами. Скажите, украинская власть хоть как-нибудь отреагировала на это? Ну и ваше отношение к этому экзотичному факту и очень опасному, да? Смотрите, мне очень жаль, что вот Мария Захарова сделала об этом заявление, потому что я, когда я об этом узнал, немножечко у меня опухли уши, я моментально отправил туда своих журналистов, моментально. Но большое строительство затея на Зеленским, и поэтому там перерыты все дороги, и надо было ехать туда часов 11. Вот они туда приехали уже после заявления Марии Захаровой, и они сегодня там пообщались, пообщались с директором школы, нет, с мэром, с бывшим мэром. Да, команда гитлеровцы, вот, страйкбол они играли. И самое интересное, что по моей информации, вот я вам впервые ее озвучиваю, парень, глава там их заводила, который придумал название гитлеровцы, он не видит до сих пор в этом ничего странного. Но вы теперь вдумайтесь, ладно, подростки так, они, может быть, воспитаны на идеалах нацкорпуса, там, зигуют дома и так далее, да? Ну, есть разное у подростков отклонение. Но там же были взрослые. Это что, смешно, команды гитлеровцы? А почему это должно быть смешно? Команда должна быть там Бухенвальд против Освенцима и так далее. Это же идиотизм просто. Команда СС. И общались с полицией, полиция думает, заводить производство или не заводить производство. Нет, но если бы они назвали команду СССР, тогда бы уже дело лежало. Конечно, да. Да, конечно. СССР уже дело бы было. Уже были бы первые аресты, если бабушку вон... Меня эта бабушка не дает покоя. Таких бабушек полно по Украине. Она разместила фото мать с красной звездочкой. Пять лет с отсрочки приговора на один год. Хорошо, хоть не посадили на пять лет. Но пять лет приговор, тюрьмы пять лет. Это же нездоровая история. При этом люди, которые зигуют, им вообще ничего за это. То есть четко показана направленность. У нас нацистское государство. Мы это признаем, у нас нацисты. Но гитлеровцы дети. Это совсем плохо. Я вам скажу, совсем плохо. Но вот важно, как это все пройдет по поводу нового Майдана. Вот прям последняя тема, последний вопрос. Аваков-то ушел в отставку. Но он сохраняет влияние на все эти банды, которые гуляют по улицам. Это тоже часть всего этого плана? Потому что как звенья уже складываются в одну цепочку. Вот я думаю, что сильно преувеличено влияние Авакова на нацкорпус. Оно, конечно же, имело место быть. Но до определенного времени. По моей информации, руководство нацкорпуса потом очень жестко и плавно перешло. Жестко, имею в виду полностью, но плавно, вот такой вот разворот в сторону Офиса Президента. И Офис Президента сейчас раздает команды. Нацкорпусу, вот этим вот нацикам, которые нападают на людей. Настоящим неонацистам. Которые нападают и сбивают. Это Офис Президента. Я готов подтвердить свои слова тем, что у меня есть запись. Я ее публиковал, когда в Министерстве юстиции Украины заместитель министра юстиции Украины разговаривает с высокопоставленным сотрудником СБУ. Есть его фамилия, я ее тоже публиковал. Его фамилия Билый. И они обсуждают, как нацкорпус пригнать под суд по партии шария, чтобы запугать суд. Вот это они обсуждают, замом министра, в помещении Министерства юстиции. Ну так кому подчиняется нацкорпус? Там не все так однозначно с Аваковым именно. У Авакова улица есть в лице других представителей. А нацкорпус это чистые нацисты Зеленского. Анатолий, а у Авакова президентской амбиции есть? Смотрите, сейчас я думаю, что президентские амбиции есть у каждого в Украине. В том числе и у Гитлера. Я вообще смотрю, это такая странная тенденция. Разумков, по моему убеждению, самый адекватный вообще из украинского политикума. Но вдруг выступает также с требованием ввести санкции против Северного потока. И тут же с ним фотографируется Кент. А вы знаете, что фотография с Кентом – это плохая примета. Потому что с Аваковой он сфотографировался Кент, на следующий день Авакова опять. А нет фотографии Зеленского с Кентом? Я все жду, когда Кент уже к нему подкатит, и они сфотографируются. Посодействуйте там. Анатолий, благодарим, что присоединились. Анатолий Шарий был с нами на связи. Переходите и подписывайтесь также на YouTube-канал Анатолий Шарий. Там сейчас будет тоже большой ролик, большое видео. Добрый день, это Вадим, сосед сверху. Из-за вашего ремонта у меня стена просела. Ау, вы дома? Я же слышу ваши инструменты. Алло, это Жек? Что мне делать? Из-за соседа моя квартира рушится. Да, это Жек. У нас рабочий день уже закончился. Звоните послезавтра с 11 до 13. Да как же это? Вадюш, ну, не нервничай. Но нужно что-то делать прямо сейчас. Помнишь, Валера рассказывал, как решил проблему с аварийным деревом во дворе? Обратился на платформу Отклик. Кажется, вариантов больше нет. Отклик.com.ua. Готово. Должны откликнуться. Есть щель, есть провисание плиты небольшое. Но просто я не понимаю, насколько это критично. Мы инициируем вопрос вывезда сюда комиссии. Оставляй отклик на нашей платформе. Давай менять страну к лучшему.